Девушки отдыхают 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 негативно, а значит нам предстоит подумать как решить этот вопрос, конечно это будет встречено негативно, ты прокачиваешь какое-то свое одно направление танка ты можешь выбрать один раз инструктор и это даже сбросить нельзя, то есть это уникальная вещь их нельзя купить, этих инструкторов вот у кого сколько есть, столько есть и ты их применяешь, а тебе дают хрень которую ты никогда в жизни использовать например не будешь, то же самое там кровотечение, еще что-нибудь вот и ты такой, а нахрен мне такой инструктор нужен мне бесполезен, конечно у игроков от этого будет гореть, а на что они надеялись я вообще не понимаю ну и последнее что отметили сами разработчики, но не последнее о чем хочу поговорить сегодня я, эффективность навыков в новой и старой системах мы понимаем опасения некоторых игроков чрезмерной эффективности машин с новым экипажем, например урон в минуту у стб может достичь 5400 единиц, скорость перезарядки объекта 261 19 секунд а обзор у колесника может превысить в 500 метров, в свою очередь другие игроки считают, что новый экипаж стал менее эффективным я оба кстати реально встречал мнение одни говорят, что с новым экипажем танки слишком им будут, а другие говорят что ну типа старый экипаж им давал хоть какие-то полезные вещи, а этот бесполезен если критерием эффективности считать именно число изученных навыков а не их влияние на бой ну вот странная формулировка идея нового экипажа в том, что теперь система позволяет создавать настройки экипажей под конкретные боевые ситуации и стиль игры этим и будет определяться ее эффективность ценность такой системы для игрока можно возможность получения значительных бонусов в условиях конкретного боя вместо постоянных незначительных бонусов которыми возможно ему и не придется воспользоваться короче, они сделали новую систему такой принцип чтобы игроки могли какую-то вот особенность танка свою улучшить например, если я хорошо свечу я буду прокачивать свет если я, например, артиллерист мне важно либо сведение либо урон в минуту да, ну я, честно говоря, считаю что мне сведение важнее, чем урон но кто-то считает что перезарядка на арте важнее вот на тяжах я там живучесть буду, скорее всего, как-то ну, прокачивать на СТ-шках ДПМ, разумеется да вообще на любом танке ДПМ можно прокачивать а на больших бабахах с альфой по 2000 или 1000 я буду делать в влиянии ВБРа меньше ну, чтобы у меня альфа всегда хорошая вылетала а то, знаете, когда у тебя альфа там полторы тысячи две, а вылетает там 1200 ну, как-то немножко это печалит да, короче что пишут разработчики в то же время мы не хотим чтобы неизменения привели к появлению избыточно-эффективных сборок поэтому мы будем внимательно наблюдать за статистическими показателями чтобы убедиться в достаточной но не чрезмерной эффективности изменений короче, это далеко не все вопросы ну, они, по крайней мере это услышали ну, а теперь, ребят я хочу пару слов сказать о том что я еще увидел на тесте песочницы касающейся экипажа 2.0 сильно разжевывать не буду потому что реплей уже подходит к концу они своими вот этими ответами сбили порядок который я хотел вам выстроить ну, ладно первое это прокачка то, что экипаж можно посадить на три однотипных танка это шикарно вот только, ребят выглядит это как развод на донат потому что чтобы посадить дополнительный танк нужно заплатить голду я считаю, что нужно делать так что ты сажаешь танк первый раз бесплатно а если ты его хочешь поменять то тогда уже плати голдишку почему? потому что, например имея машину 10 уровня я уже платил голду за то, чтобы переобучить ее на 8, на 9, на 10 уровень этот экипаж а теперь имея танк 10 уровня когда я на него экипаж переобучаю чтобы обратно переобучить на 9 и на 8 уровень мне опять надо заплатить голду ну тут уж два варианта либо делать вот как в первый раз я сказал, то есть первый раз позволять машины сажать в экипаж то есть добавлять бесплатно либо делать обратный принцип то есть если ты экипаж с 10 уровня добавляешь туда танк 9 или 7 то делаешь это бесплатно а если идешь вперед то есть с 8 на 9 и с 9 на 10 то тогда уже добавлять за голду как первое изучение машины то есть если этот экипаж раньше эту машину не нюхал никогда но это хоть чуть-чуть похоже на справедливость а то, что выглядит сейчас на песочнице это выглядит как тупо развод на донат потому что я уже эти операции по пересадке экипажа с потерей возможного опыта если делал это за серебро или с потерей голды если делал это за голды я их уже эти манихинации производил и второй раз производить мне их не хочется а по сути мне их навязывают кстати о навязывании ручной перевод экипажа из старого в новый это правильное решение но вот только создание нового экипажа заняло у меня первые там 15 может быть минут на один танк давайте представим что это в таком виде выходит на основу то есть у меня 100 танков на каждый ну на первые там я буду тратить думать там по 15 по 10 минут потом может приловчусь по 5 минут но я захожу в игру чтобы играть или что делать то есть я должен сидеть из-за того что разработчики решили изменить экипаж я должен тратить игровое свое время на то чтобы правильно собрать экипаж потому что если я захочу его потом сбросить мне придется голду потратить или опыт потерять соответственно а если у меня прем куплен то есть я сижу и пока мой прем капает я трачу не пойми на что время чтобы переобучить экипаж я считаю так переобучил экипаж получил какую-то компенсацию ну например там за 10 переобученных экипажей один день премиум аккаунт или за 5 переобученных экипажей там 2 часа фармакредитов этот бустик ну или еще что-то ну короче это не мои задачи решать что я просто считаю что вот эта сложная работа которая потребует у игроков много времени сидения в ангаре которой они не служили должна ну как минимум ну компенсироваться каким-то внутриигровым имуществом если согласны со мной поддержите лайкосом чё я не успеваю я нифига ладно инструкторы инструкторы вводят меня прям в самую дикую печаль почему смотрите инструкторы это тупо костыль потому что были уникальные члены экипажа и их надо как-то эту уникальность сохранить поэтому можно до 4 инструкторов посадить в один экипаж вот только ребят когда у меня кончатся инструкторы а их не может быть бесконечно много у меня в любом случае экипажей больше чем этих инструкторов я буду видеть периодически у себя в ангаре экипаж в котором будет 75 уровень но не будет ни одного инструктора потому что я могу инструкторов получить только тех которых раздает варгейминг я не могу их ни купить ничего то есть как бы я ни старался что бы я ни делал пока варгейминг в лице соответственно администрации не решит каким-то образом ввести в игру новых инструкторов я буду видеть пустые слоты и меня это будет дико расстраивать то есть я физически не могу применить на все машины инструкторов я считаю что инструктора должны из экипажа в экипаж пересаживаться вручную без всяких штрафов там и голдовых всяких этих переплат но это мое мнение возможно вы с ним не согласитесь я его нигде не слышал но я считаю что инструкторов на все экипажи не хватит а вот эти вот пустые слоты они будут просто ну мне как человеку который любит по максимуму все прокачивать они будут меня бесить потому что я их ничем занять не могу потому что инструктора ты сажаешь в экипаж и он к нему прилипает короче ребят я даже половину того что хотел сказать не рассказал в видео ну вы не будете смотреть часовое видео короче хотите вторую часть давайте попробуем набрать 20 тысяч лайков знаю что много но если вы до сюда досмотрели значит вам интересно впоследок наверное скажу что компенсация казармы вот этими вот бесплатными сбрасываниями это полный бред и компенсацию нужно изменять спасибо что смотрели пока пока спасибо то если вы хотите Продолжение следует...